так ребят пишите вопросы все работы до работать я просто хочу чтобы читать вопросы включить еще здесь ну давайте тогда буду на этом читать давайте пока все собирается я вам покажу еще сегодня лаком покрыла так вот еще картину нарисовала у меня в ванной ванна идет ремонт я думаю может быть туда вот этот картина подойдет я вообще начала рисовать для ванной но потом я решила что я буду плитку другую делать красота всем привет ставим лайки кому не жалко да красивая картина снег еще нет ребята у нас снега то наверное не будет я я не так давно живу в сочи но вот эта третья зима получается и я в одну зиму видела снег но он шел и сразу же таял вот у меня я ребенка еще старший на мотоцикле ездит поэтому естественно мотокуртки младший он у меня в футболке так уходят футболки без рукавки вот так 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 все вот картина отпад очень красиво спасибо добрый вечер добрый вечер ребятки а сегодня как раз у меня здесь сегодня знаете еще с вами хотела бы о чем поговорить что-то у нас опять с прерывами до сегодня вот вот и матричная тема она сейчас идет вообще из каждого из каждого утюга и это неплохо нехорошо я как бы не с той позиции чтобы там конечно же кого-то пожурить или сказать как душно как правильно или еще что-то я наверное все таки еще раз хотела даже не углубиться а показать свое видение свое видение вот той матричной игры и как только как только ты начинаешь понимать что ты в матрице которые не существует то есть смотрите идет процесс процесс идет через голову как только ты понимаешь что ты находишься в матрице понимание это идет когда у тебя начинает включаться голова включаться мозг и на фоне этих умозаключений для себя ты выискиваешь что ты находишься в матрице который не существует и как только ты понял что ты находишься в матрице который не существует твое естественное желание которое возникает через ум она начинает тебе говорить что нужно выбираться из этой матрицы и ты всякими различными путями начинаешь выбираться из этой матрицы но как только ты начинаешь выбираться из в матрице это говорит о том что ты признаешь ее что она существует ты делаешь ее существующей и ты попадаешь в этот замкнутый круг и и это как раз это как раз то состояние которое тебя начинает болтать из одной из стороны в сторону это то состояние когда тебя начинает крутить из состояние из состояние того что ты осознал матрицу и тебе вроде как что я вот он я я осознал я это сделал в то что ты начинаешь что-то делать чтобы из нее выйти и начинаешь разыскивать различные пути различные пути выхода из этой матрицы и как только ты начинаешь искать выход из этой матрицы тебя снова выбрасывает состояние несчастье потому как в состоянии несчастье выбрасывает потому что есть следующий момент после осознания то есть смотрите когда ребята говорят я не могу пробудиться я не могу просветлиться я не могу там сделать еще что-то 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 и вот это вот идет через напряжение через напряжение я сейчас делаю я сейчас смогу я сейчас это а что мне еще сделать а почему вот они могут а я не могу а что со мной не так а я наверное какой-то или какая-то не такая до меня ничего не доходит и И начинается вот это вот журение себя, ни к чему не приводящее. Потому что только познав вот эти вот ступеньки, у вас переключится с головы на иное. И вот это вот иное очень сложно написать словами. И как только ты начинаешь выходить из матрицы, то очень многие, ну да, вот мне нравится матрица, я с ней играю. Смотрите, как она вас загоняет, что я с ней играю. А вы уверены, что вы с ней играете, а не она с вами играет. Или то, что вы говорите, что вы сами матрица. Да, это то же самое, что когда многие различные люди, различные есть упражнения, есть какие-то техники. Когда ты начинаешь вот это вот «я есть», «я здесь», да. И вот как только ты осознаешь, что ты есть, как только ты осознаешь, что я есть, ты тут же, у тебя приходит тут же осознание, что я есть. Я – это и есть твоя тюрьма. Как только ты находишь, где я, ты находишь свою тюрьму, потому как я найти невозможно, его не существует. Где есть «я», там есть «я», там есть «я», где есть «я», там есть четкий забор, ограничения, там есть то очерченное восприятие, дальше которого ни твое «я», ни твое «я» выйти не может. И только когда ты выходишь на осознание «я есть», когда ты понимаешь свои рамки, свои ограничения, только познав их, ты можешь идти в следующий, в следующий путь. Это, знаете, может быть такой немножечко некорректный пример, но тем не менее он, мне кажется, понятный. Это, знаете, когда алкоголику говорят, там, ты алкоголик, он говорит, нет, я не алкоголик, я не алкоголик. И самое первое, чтобы начать решать свою проблему, это нужно признать ее. И здесь то же самое, пока кто-то не признает, что да, это есть, он из этого вырваться не может. Когда мне ребята говорят, там, ой, я есть Бог, ой, я есть Матрица, я есть игрок, я есть эта игра, я ни в коем случае не собираюсь ни с кем спорить, я же не претендую на истину. И я повторюсь еще раз, и я говорю это во многих своих роликах, через некоторое время, возможно, через лет сто, а может быть и раньше, мы все будем одинаково неправы. И когда ты создаешь свое будущее, каждый день, каждый раз, каждое мгновение своего существования, создавая свое будущее, у тебя приходит осознание, что ты создаешь будущее, которое никогда не придет. Потому что в будущем ты никогда не будешь, ты будешь вновь и вновь сейчас. Ну что ты ко мне, ты скучаешь, что ли, по мне? Ты смотри, там у меня нет, давай сюда, иди, я сюда положу, вот так вот. Он так вот любит лежать. Сразу глазки закрываю. И когда ты идешь вперед все дальше и дальше, то ты все глубже и поглубже погружаешься в свое ничто. И я ни в коем случае не хочу сказать, что не нужно строить будущее, не нужно осознаваться, не нужно что-то делать, чтобы все понять, что это ничего не значит. Нет, я, ребята, вам как раз раз за разом хочу сказать, что все, что вы делаете сейчас, это и есть самое основное. И только это имеет значение. Имеет значение только то сейчас, что я глажу ляшечку кролика. Имеет значение то, как у вас реагирует сейчас тело на то, что вы меня смотрите. Кому-то нравится, кому-то не нравится, у кого-то инсайдер, кто-то говорит, фу, дура какая-то сидит, тупая. И только это имеет значение. И только то, что вы славливаете в эту секунду, только это позволяет вам словить следующее состояние вас вот в эту секунду, потом вот в эту секунду и вот в эту секунду. И это только то, что у вас есть, больше ничего нет. Все остальное — это обман. Обман, в который вы все глубже и глубже погружаете себя и от которого не становитесь счастливее. Ведь каждый раз мы говорим о том, что мы не хотим войны. Но раз за разом выбираем те моменты тех лидеров, те ситуации, которые раз за разом делают то, что нам, то, что мы говорим, что нам не нравится. Раз за разом мы вгоняем себя в зависимости. Но говорим, что хотим уйти от зависимости. Люди придумывают себе новые способы питания, новые диеты, новые... Различные штуки для приготовления пищи, для обработки пищи, но говорят, что хотят уйти от зависимости. Люди себе строят дома, уединяясь от всего, от всех, но говорят, что они хотят быть единомышленниками в одном поле. И на этом несоответствие сам с собой ты выстраиваешь в себе тот мир, в котором ты не можешь быть абсолютно счастлив. Не потому, что у тебя мир такой плохой, а потому, что ты не научился говорить по-честному себе. И это не оправдать какое-то действие, а это сказать себе, что я делаю вот так, вот для вот этого комфорта. И как только ты себе по-честному говоришь каждый момент своего действия, как только ты себя раскладываешь по полочкам, ты в любой момент можешь отсюда уйти. Как только ты себя... Смотрите, давайте приведу пример на самом... Ой, сколько шерсти летит. Сколько шерсти от тебя летит, Борис? На самом излюбленном примере... Еды. Вот, смотрите, давайте мы с вами разберем... Для многих назовем ее одной из... Ну, легкое давайте назовем его питание. Потому что правильное питание я не могу назвать. Для кого-то правильное питание это какой-то вареной продукции, для кого-то еще что-то. Это сейчас не имеет значения, мы туда не лезем, в эти детали. Вы можете для себя выбрать любую правильную продукцию, которая для вас кажется правильной. Но когда вы выбираете себе еду, вы себе говорите... Вот, например, там, я люблю... Я не знаю, что там... Какой-нибудь салат вот из этих овощей, из этих овощей, из этих овощей. С добавлением вот этих масел, там, вот этих специй, еще чего-нибудь. И вы, может быть, действительно это любите. И, возможно, ваши вкусовые пристрастия, они действительно предрасположены к этим эмоциональным вкусам. И, возможно, даже ваше тело после такой еды себя чувствует достаточно прекрасно. Но когда вы выходите, например, на дни без еды, вы вспоминаете те продукты, ту коллаборацию блюд, которую вы любите, чтобы их снова употребить. Но как только вы для себя разобьете это на части, то есть, а почему я это люблю? А это действительно мне нужно. А что там есть такого? А что это дает моему организму? А вот этот продукт, какие микроэлементы дает моему организму? А если я получаю такие микроэлементы, то какие аминокислоты у меня вырабатываются? А эти аминокислоты, они действуют на какую гормональную систему? А эта гормональная система поддерживается каким органом? А этот орган что отражает? И когда вы разберете вот это, это не говорит о том, что вы не полюбите это блюдо, вы перестанете его любить. Это говорит о том, что если у вас не будет возможности его съесть, то вы прекрасно знаете его внутренние компоненты, как вы можете заменить это все. И вот это, наверное, первая ступенька правды самого себя, когда мы понимаем, что это такое, когда мы распознаем, что происходит. И на самом деле это же не просто про честность, да, это же еще про то, как мы можем познать истину того пространства, в котором нам посчастливилось находиться. И вы все, наверное, прекрасно знаете, что есть... Опять же, не буду сейчас углубляться в эти тонкости, в эти детали, но и те... Когда вот год того-то, год того-то... И у меня сейчас много вопросов задают, а что же сейчас за год дракона? Что это за год дракона? И это единственный год, где есть мифическое животное, да, в отличие от козы, от свиньи, там, лошади, обезьяны, которых мы все лицезреем. Вот. И год дракона – это не просто год дракона, это как раз про то, что... Как он создавался. Ведь дракон – это не просто какой-то ребенок нарисовал и решили, что это красивая картинка, и будем сейчас мы один из лет назовем... Из лет отчисления назовем драконом. Нет, это именно то раскрытие, раскрытие своего... Своей энергии, своего потенциала, кто я есть. Если вы сумеете воспользоваться той энергией, которая будет открываться в Новый год... У меня, конечно, сейчас многие скажут, Новый год наступает такого-то числа, Новый год наступает такого-то числа. Но я про Новый год говорю не про то, какого числа он наступает, а я говорю про Новый год тот, в котором открывается огромный энергетический портал. Что это такое огромный энергетический портал? То есть все, многие знают, что с 31 на 1 общепринято праздновать Новый год. Возможно, кто-то его не празднует, возможно, кто-то празднует, потому что так положено, но со своей компанией по-другому. Возможно, кто-то празднует, потому что нужно так для родственников или для детей, или еще для кого-то, и не хотят кого-то там обижать, кому-то навязывать свои устои, кому-то навязывать свои традиции. И в результате компаниями отмечают. Так вот я про что говорю? Как ни крути, больше всего энергии скоплено во всем летоотчислении, во всем круглом, в едином круге максимальная энергия скапливается с 31 на 1 декабря. Как ни крути. И когда ты умело воспользуешься той энергией, которая аккумулируется, то как раз ты развернешь себя на то, что есть такое этот дракон. Это как раз этот тот год, когда твои силы готовы к реализации. Но я могу сказать, что действительно это не все готовы к этому, не все готовы к реализации своей силы, потому что не все готовы вообще это узнать. То есть многие же как думают, и действительно многие, что, ну, как бы хороший год, это когда я смог заработать на это, достиг вот этого, не поссорился или подружился вот с этими, там у меня какие-то показатели, там еще что-то. И, наверное, это такая, это я даже не возьму за уровень за какой-то, это социальная, социальная площадка входа в матрицу. В матрицу, которую ты видишь. И как раз вот с такими запросами это самая большая тусовка перед воротами, когда ты еще не попал в матрицу, но и ты никуда не сможешь пойти, не пройти эту игру. И когда ты оставляешь, и как раз вот эти вот драконьи врата, это как раз когда ты можешь войти в эту матрицу, когда ты можешь пройти вот этот путь, пройти я и есть вне своего эго, если ты правильно воспользуешься этим энергетическим потоком. Я, к сожалению, это рассказать не могу, потому что у нас на одном, на двух каналах, которые у нас запасные на Ютубе, нам еще обрубили несколько функций, вот, и поэтому я правда не знаю, что будет с Ютубом. Мы пока так мотаемся Ютуб, Телеграм, ВК, ну, то есть и на Рутубе везде мы есть, вот, но я не знаю, что будет дальше, я не знаю, будут ли меня обрубать и закрывать, поэтому, если интересно, подписывайтесь на другие какие-то соцсети, чтобы не потеряться. И я бы, конечно, с огромным удовольствием с 31 на 1 сделала бы эфир и рассказала бы свое видение, как взять ту энергию, которая ваша. Это не у кого-то в долг, это не у кого-то забрать, чтобы кого-то обнулить, а сам ты такой выйдешь герой-победитель. Нет, это не из этой серии, это как раз из той серии, то, что в вас тухнет. Вы же, наверное, очень часто чувствуете, что вот я вроде и это знаю, и то знаю, и вот про это я знаю, и вот эти вот рассказывают, я все это уже знаю. А вырваться в какое-то новое состояние себя ты не можешь. Это как раз, когда ты находишься в клетке, это когда в тебе очень много потенциала, но ты его не можешь применить, не видишь, как его применить, не знаешь, ты его не чувствуешь, и он у тебя просто начинает как перегнивать, и ты начинаешь болеть от этого. И чтобы это не случилось, это один из наилучших дней, когда ты можешь вытащить это все наружу. Поэтому, конечно же, у кого есть возможность, приезжайте к нам на Новый год. Попробую что-то вскрыть, раскрыть в ТГ. Если будут у вас вопросы, пишите, я обязательно на них отвечу. Ну и, конечно же, в закрытом клубе тоже попробуем ответить, попробую ответить на то, что не смогу ответить в прямых эфирах, в открытых эфирах, даже в ТГ. Я проработаю. Я заказываю количество клиентов и так далее. А, ну, тоже, может быть, меняется реальность. Боюсь, я не могу быть. Мы уже давно все одинаково неправы. Так. Привет, я твой новый подписчик. Света, если человек говорит, что он не хочет, но смотрит новости про это, это значит, что он на самом деле ее хочет. Это значит, что он на самом деле в ней участвует. Ведь смотрите, хочу я чего-то или не хочу, если я про это говорю, то значит, для меня это важно. важный момент в моей сфере, в моем мире, в моей жизни. Это я недавно шла, по улице шла, и у меня сзади гитара. А у меня же большая гитара, у меня же бас. И мужчина за мной говорит, о, вроде как вы на гитаре играете, что-то там ты-ты-ты-ты-ты. А я, когда на велосипеде езжу, то есть я, получается, из одного конца города езжу в другой конец города на велосипеде. И я вижу, как он бегает. То есть я на велосипеде, и он бегает. Я говорю, я вас вижу, что вы бегаете. Вот. И в результате, вот мы с ним шли, наверное, минут 20. И вот все 20 минут он мне рассказывал, как для него не важно, как он одет, как для него не важно вот это или вот это, как он легко относится к одежде, как он легко относится, в чём ему бегать, в чём ему ходить. И вот это всё было 20 минут. И, конечно же, каждый из вас сейчас понимает, что для него важно, как он выглядит. И здесь то же самое, что когда человек говорит, что мне вот это... Это не... Только не путайте, пожалуйста, потому что мне будут писать, что... Значит, вы не участвуете в этом, вы безразличны. Безразличие, неучастие, вы не путайте к тому, что для вас это важно, это имеет значение быть вашей жизнью. Если кто-то не смотрит новости, это не говорит о том, что он не живет в этой матрице, это не говорит, что он не участвует в нем. Это говорит, что он в один из эгрегоров не включился. Он в своем ритме продолжает, возможно, раздаривать себя, но в другом аспекте. Он не хуже, не лучше. И то, что он будет смотреть новости, комментировать их, либо еще, он от этого лучше или хуже не станет. У него просто есть другие навыки раздать себя, подарить себя этому миру, взять блага с этого мира, который наполнен. Света, что значит деменция в плане сознания человека, его пути? У отца деменция. Хочу понять, что с ним происходит на глубинном уровне. Деменция – это всегда про то, что... Это всегда про то, что я не хочу так жить, как сейчас оно происходит. Я хочу так жить, как было несколько лет назад. Даже не несколько, а чаще всего люди с деменцией. Деменция, как правило, начинается ближе к 60 годам. Но сейчас это заболевание очень помолодело. Но, тем не менее, если мы возьмем среднестатистический возраст деменции 60 лет, то этот человек очень и очень даже не хочет, а он продолжает, он хочет жить примерно, где ему, но не больше 40, вот этот вот период. И вот это вот несоответствие, то, что происходит с ним сейчас, то есть там, возможно, какие-то любовные истории были, возможно, там еще что-то, какое-то здоровье было другое, вот хоть что. И это несоответствие физическое, то, что он сейчас проживает, оно настолько резонирует его восприятию, кем он себя считает, а он себя считает ближе к 40 годам, где вот это вот все происходило. И поэтому то, что есть сейчас, для его нейронов неприемлемо. И он просто, тело дало сигнал на нейронные, вот эти вот, на нервное качание, на нейронные вот эти вот колпачки не наращивать. И они не наращиваются, и они все получается, все стираются, убавляются, убавляются, убавляются. И деменция, она же все время прогрессирует. И она уходит, потому что даже если вы начнете его исцелять от деменции, и сейчас есть такие препараты, которые, возможно, которые, ну, которые, я бы сказала, так вводят в плюс-минус ремиссию, да, когда человек начинает это помнить, но он счастливее не стает, то есть он понимает умом своих близких, что он стал для своих близких не такой сильной обузой. И от этого ему становится лучше, что он вспоминает, что он уже не обуза. Но счастливее его жизнь не стала, то есть он уже больше не живет. Он досуществовывает, есть такое слово, в своей жизни, вот в этой. Либо вы вытаскиваете его от того, где он застрял, где ему было хорошо, и делаете гармонию с его телом. И такое возможно. Но такое-то трудоемкий, энергозатратный процесс, я вам скажу, для всех, кто будет в этом участвовать. Либо просто позволяете ему вновь и вновь забывать то, где он не согласен быть. Света, какое классное кресло. Да, это пуфик, на котором я отдыхаю и сплю. Ну, сплю, конечно, можно так назвать, что сплю, да? Мне сегодня приснился дракон первый раз в жизни. Вау, какой ситахрон. Не надо свету закрывать, пожалуйста. А где будет Новый год с твоего света? Он будет в Сочи. Он будет в Сочи, но это будет не центр Сочи, а чуть ближе к горам. Там, потому что есть еще... Мы снимаем там дом. В том году снимали и в этом. То есть там не про удобство, ребят. Нет, там, конечно же, удобство есть. Но это не шикарный отель. Это просто большой дом, где у нас размещаются... Там, по-моему, в номерах по... Ну, не номерах, в комнатах, я бы, наверное, так сказала. В комнате... Около 5-4-5 кроватей, наверное, вот так вот. К нам туда приезжали и с детьми, и с семьями, и с бабушками в том году приезжали. То есть, которые вообще никто никого не заставлял, никакой автономии, ничего, боже упаси. Но там не было такого, что был стол, какой-то застолье. То есть там была столовая, кто кушал, тот просто потихонечку приходил в определенное время, кушал, и все, и занимались мы своими делами. Там горная река, великолепная горная река, на которой мы купались каждый день. И, естественно, в 12 часов, когда смена, резкая смена вибрационных вот этих вот полей происходит, мы в это время были в реке, в горной реке, где все с нас смывало. И дети тоже у нас купались. Дети с огромным удовольствием у нас купались. Вот, конечно же, костер, песни под гитару. Вот, но это к тому еще и к тому, почему это здорово, когда с детьми, чтобы дети понимали, что самое веселое происходит не за столом. Самое веселое происходит с живыми людьми в движении, в песнях, когда есть природа, когда есть вода, когда есть движение. Движение того, что ты будешь и дальше двигаться. Это не про посиделки за столом, ни в коем случае. У нас уже с детьми давно не проходят какие-то праздники в застоле. Если честно, даже не знаю, когда они проходили. Но я уже говорила, да, что у нас дома вообще обеденного стола нет. И на кухне у нас, то есть у нас маленькая кухонка, гарнитур там стоит. Ну, что-то там, какие-то салаты там еще можно детям порезать, там что-то, яблоки разрезать, там еще что-то, но вот чтобы там приготовить полноценно что-то. Во-первых, у нас не особо есть такое, чтобы мы там что-то готовили. Поэтому у нас дома даже нет такого, что там, ну, они в кафе покушают, там в школе младших кушают, там в колледже старший. Вот, и дома у нас тоже нет этих посиделок, чтобы там перед телевизором, там за чем-нибудь сидеть, кушать и смотреть. Такое у нас тоже отсутствует. Вот. Очень надеюсь, что в клубе будет трансляция. Ну, трансляция в сам Новый год, конечно, не будет, потому что мы же пойдем на речку, мы же на горную реку пойдем. А в Новый год, конечно же, все, что мы будем, конечно же, будет трансляция в клубе, она будет. Каждый день, как обычно, как я во все ретриты. Но это не ретрит будет, это Новый год, другое. Вот, конечно же, там тоже будут трансляции. Привет, вы молодец. Спасибо. Да, интересно распаковать силу свой в Новый год. Благиня мудрости, благодарю тебя. Благодарю. Да, отец. Возвращает себя снова и снова в молодой возраст. Благодарю, поняла. Как ты относишься к длительному бегу, например, около часа? Оно влияет на здоровье? Что оно может дать человеку помочь и целить из дры? Но вообще... Бег, бег я не считаю, что... Это анатомическое движение, физиологическое движение. Но у меня был момент, был период, когда мне очень хотелось бегать. У меня много беговых кроссовок. И если у вас с суставами все нормально, то вы можете бегать. Но это должна быть бег. Это все-таки профессиональный бег. Я немножечко не поддерживаю. Именно из-за суставов, потому что у нас очень много солей, очень много консервантов в еде, которые очень разрушают наши хрящи. Вообще бег – это такое медитативное состояние. Если тем более по прямой, ты можешь очень много себе моментов решить. Но если вам это нравится, то почему бы и нет? Но ни в коем случае не через силу. Рот как у лошади. У меня еще и нос как у свинки. Ничего страшного. Ребят, я не претендую на красоту. Я претендую только на жизнь. Светик, как сбросить эмоциональное напряжение? О, Анюточка, привет. Эмоциональное напряжение, как сбросить дыхание? Ребят, вообще очень-очень хорошо. Я вам сейчас даже покажу. Сейчас покажу вам одну штучку такую. У меня вот этой штуки уже много-много лет. Я ее брала на ВБ. Она очень недорогая была, но я думаю, что и сейчас. Они есть и дорогие всякие. И какие-то запатентованные, красивые, и в бантиках, и в розочку еще. Но у меня вот самое-самое обычное, наверное, рублей за 500. Она у меня здесь вот недалеко, потому что я на ней, бывает, сплю, если можно называть мой сон сном. Это вот такой вот коврик. У меня он самый обычный. Он такой на поролоновой основе. И вот такие вот. На ней есть всякие, ребят, красивые сейчас есть. Я брала рублей за 500, но они есть и по 7 тысяч всякие. Но я не знаю, чем они отличаются, которые по 7 тысяч. Может, точно. Может, чем-то отличаемся. И вот такой вот валик под шею. Но он, конечно, великоват для меня, но все равно классно. И что я очень люблю делать? Я-то кладу. Единственное, что нужно голым телом ложиться, чтобы не было никаких маечек, потому что иголочки, они все равно маленькие. И делаю дыхание. Дыхание делайте, которое вам нравится. Я бы все-таки рекомендовала дойти, чтобы было дыхание, задержка дыхания, минимум 2 минуты. На выдохе. На выдохе это вы сбрасываете, сбрасываете напряжение. На вдохе вы запускаете в себя энергию. Чтобы запустить в себя энергию, нужно сначала научиться сбрасывать. И на выдохе постарайтесь. Ну, вот повимков очень много. Оно одно из самых простых, наверное, когда делается 30 глубоких вдохов, вдох-выдох, потом на выдохе задержка дыхания 2-3 минуты. По истечению 2 минут вы, да, выдыхаете, если что-то там получилось вдохнуть. Потом выдыхаете на 15 секунд и опять продолжаете. И вот таких вот... Вот таких подходов, ну, желательно 6-7 с утра. 6-7 это занимает примерно... Примерно полчаса. Полчаса времени у вас всегда есть. Вот. И я действительно очень люблю эти... Эти дыхания, потому что... Когда ты можешь не дышать, ну, то есть 3 минуты, это понятно, это уже такое состояние вообще другое. А когда ты выходишь на более длительное недыхание, то ты понимаешь, что такое свобода. Я в закрытом клубе, наверное, сделаю эфир про недыхание. А возможно, и в просветлении сделаю в телеграм-канале. Наверное, просветление сделаю в телеграм-канале, что как раз я и расскажу, что не есть это... Это цветочки. Это такая ерунда. А когда ты не дышишь, вот это свобода. И я понимаю, что... Это только начальной стадии. Не есть, не дышать. И чем дальше ты идёшь, тем больше ты понимаешь, что, боже мой, какое у тебя изобильное тело, как только ты познаёшь изобилие своего тела, тебе открывается вновь и вновь, скрывается пространство. Это про другое. Часы на минуту стоят. Мои? У нас часто отключают электричество, и я просто их выставляю уже, не дожидаюсь, когда это... Это ручное... Вручную ставишь часы. Это не как на телефоне. Поэтому ничего страшного. Это, знаете, часы отстают. Это всё время про то, что когда человек думает, ну, ещё не время, ещё не время. Сейчас вот... В этот раз не поеду, в следующий раз поеду. В этот раз не сделаю, в следующий раз сделаю. Так вот, ребят, знаете, следующего времени не будет. Время только растворяется. Если вы что-то наметили, не откладывайте это, но потом сразу же берите. И у вас всё... Всё сложится, чтобы это было всё сразу. Свобода жить. Прихожу со смены сильно уставшая, но не успокоиться и уснуть. Можно мелатонин выпить. Можно, но ты не научишься... Ты не научишься управлять своим телом. Всё равно. Это в Нараяне... Нет, это не в Нараяне будет. Нараяна около моря, а мы в горы поедем. Это к Галине нужно будет обратиться. И она скажет, я правда, ребят, не знаю, как это место называется. Пластунка, по-моему. Что-то такое на Пластунке. Это там где... Около горной реки мы будем. Лана, привет. Сейчас гриппою и наблюдаю, что у меня очень вязкая слизь. Даже трудно откашляться. Именно избыточный вес. Думаю, причина в этом. Что бы ты посоветовала? Я бы посоветовала тебе в холодную воду просто бутылку с комнатной температурой воды. Ну, не знаю, как... Покупную вы воду делаете или... Покупную воду делаете или вы сами чистите ее. Я сейчас тоже вам покажу. У меня тоже ребенок немножечко приболит. Подкашливает. В общем, я сейчас вам все залежи. Вот. У меня просто... Ну, у меня покупная вода. И я в эту воду просто в холодную настаиваю. Гвоздика, кардамон и... Синьян, по-моему. Вот. Но гвоздика и кардамон. Это прям хорошо, потому что оно убирает слизь и вычищает легкие. Просто в холодную воду. И вот я сегодня утром сделаю. Видите, уже такая вода такого цвета. То есть оно за сутки она очень хорошо настаивается. И он где-то вот такую вот бутылочку, здесь 2 литра, полтора-два литра он в день выпивает. Вот просто такой настойной водичкой. Ничего не кипячу, ничего не... не запариваю, а просто вот она так настаивается. Самое главное гвоздика и кардамон. Следующую специю вы можете какую-нибудь третью на свое усмотрение. Я все время делала гвоздику и кардамон, сегодня вот еще добавила. По-моему, как я вам сказала, не помню, как она называется. Мне уже не по другу. Смотрите, хорошо. Вот. И вот эта вот водичка комнатной температуры, ее очень хорошо пить. И здесь я очень долгое время думала, что очень хорошо, очень тепло-горячую воду пить, особенно когда ты кашляешь, когда ты приболел, когда ты на сухом, когда у тебя какое-то новое состояние. И тут я была в лаборатории, и в лаборатории мы смотрели, как она проходит, вода холодная и горячая. Ну, не кипяток горячий, а горячая. И вот когда долго не было что-то в ЖКТ, ну, например, с утра, да, то горячая вода, она прям идет, а за ней это вот слизистая, прям сворачивается. Сгорает. Просто вы ее не чувствуете. Поэтому все же я, наверное, сейчас я, наверное, думаю, что, наверное, не горячую воду лучше пить, а, может быть, чуть выше комнатной температуры. Вот так вот. То есть не холодную, холодную тоже не нужно, потому что почки, почки не очень любят холодную воду внутри. Поэтому не горячую, не холодную, а комнатную. Чуть теплее комнатная температура, наверное, это самое идеальное для нашего ЖКТ. По крайней мере, это то, что я увидела в лаборатории. Возможно, для вас это будет по-другому. Вот. Добрый вечер, Светлана. Очень люблю расслабляться на этих колючках на кольке. Светочка, тот массажер, который ты рекомендовала, я попробовала. После долгого лежания болят мышцы шеи при надавливании. А так хорошо полежать, нравится. Ой, здорово. Это который вот этот валик, да? Что с губой? А что с губой? А с губой все нормально. У меня брекеты, ребята. Что у меня с губой? У меня брекеты. Брекеты уберут, и губы будут немножко другие. Все то же самое с губой. Может быть, свет так падает. Привет, привет, мое сокровище. Еду к тебе на московский ретрит. Очень скучаю. Вопрос написал. О, как здорово. Я очень рада, Аннеточка. Да, ребят, на московский ретрит приезжайте. Тоже будет. На московском ретрите мы очень много будем разговаривать про тело. Если ешь соль, то задержки дыхания тяжело идут. Ну, и, ребятки, я не знаю, зачем соль. Когда отказываетесь от соли, то в фруктах и в овощах у них есть очень много калия, натрия, вот этой вот природной соли. И вам ее будет достаточно потом. Сначала будет ломать, а потом будет достаточно. Поэтому дополнительно соль. Не знаю, нужно ли она вам. Попробуйте. Лана, матричный мастер. Может быть, фенхель. Нет, это точно не фенхель. Фенхель можно, но фенхель, он больше на ЖКТ влияет, отеки снимает. А это я как раз от вот этого, от кашля дела. У него слизь пошла. Мы очень бочку же сделали со льдом. Вот. И в этой бочке мы три раза в день. Вот только второй, второй день мы так понемножку, а первые дни три раза в день. Утром, днем и вечером. И что-то мы из этого льда прям вылезти не могли. Прям тело хотело. Вот. Но если я, например, у меня у самой вообще тело, оно не горячее. Для меня эта температура, как бы, она комфортна, но плюс-минус какая-то одинаковая с моим телом. То у сына он вообще горячий. Он любит холод, но он горячий. У него прям вот этот вот разный вот переход. И, видимо, тело начало вычищаться таким образом. Вот. И все его таблетки, какие он пьет, это вот больше таблеток никаких мать не дает. Трампела горячую воду и чувствовала, что внутри горло словно сухность уникла. Это как раз по той причине, которую ты рассказала. Да, да, да. От соли, когда отказалась, через месяц меня выкинула на малоедение легко, без усилий, естественно. Да. Да, ребят, соль, это наш первый путь к обжираловке. Вместо соли лимонный сок. Через неделю уже и лимон не нужен. Ну, возможно, я не пробовала так. Возможно, тема. Так. Снег выпал, и мне хочется прям погрузиться в него. Не понимаю, зачем просто тело просят. Ой, снег, да, я люблю снег. Мне снег, знаете, когда хочется, не хочется погулять по снегу. Я вообще, конечно, люблю вот такой климат, как в Сочи, что здесь и зимы нет. И лето не очень жаркое. В отличие, там, например, от Краснодара. Оно как-то здесь такой мягкий климат. Но иногда прям снег хочется. Я бы вот в снегу сейчас бы я с удовольствием полежала. Особенно после баньки снег. О! Мы завтра в баньку идем опять на берегу моря. Это прям, это прям чудесно. После парилочки в море. Главное, чтобы оно было спокойным. Ладно, спасибо. Мне помогла приправа с умах временно при отказе от соль. О, я даже не слышала такое. Я слышала еще с сушеными помидорами солят, либо с сухим молотым сельдереем. Ну, это опять же про обман. Уйти от социального обмана в свой авторский обман. получается так. Не обманывайте себя, вам это не надо. Вы настолько большие, скидывайте себя от якова. самое лучшее, это самая простая еда, моноеда и вода. Никакие, ни чьи, ничего. Это на первых этапах это все приправы, все травки. Это лекарства. Если вы чувствуете, что вам лекарства не нужно, то просто водичка. Если вы чувствуете, что вам уже и водичка не нужна, что в фруктах, например, либо в овощах вам достаточно, и овощей у вас там чуть-чуть, то смотрите за собой. не идите на поводу у кого-то, кто-то сказал, а вот так вот лучше, а вот так вот правильнее, а вот так вот нужно. Идите за своим телом, как вы чувствуете. Если вы чувствуете, что вот тому вот хорошо, вот он так хорошо выглядит, потому что он вот это ест. Нет. Он так выглядит, потому что у него много-много факторов, потому что он живет в таком-то климате, потому что у него такой-то генетический фон, потому что у него вот такая вот эмоциональная обстановка в семье, потому что у него такие-то дети или нет детей, такие-то внуки. То есть там много всего играет. И не думайте, что это служит что-то одно. Это очень много. А вы за собой смотрите, как у вас это сыграет. И делитесь своим опытом. это самое чудесное что вы можете сделать делиться своим опытом я вас всех обняла я постараюсь завтра провести эфир в телеграме а я на шоколад с кофе подсела а потому что ты от себя ушла и что такое шоколад и кофе вообще все все что сладкое если мы возьмем отсек мозга то за сладко и за алкоголь отвечают одни те же отдела мозга то есть это я про что-то хочу забыть светочка сколько гвоздики кердамона кидайте в водичку вот я на 2 литра но я щепотку вот наверное гвоздичек 7 и 7 7 8 гвоздичек и вот у меня здесь 2 4 6 7 7 кардамонинок этого вполне достаточно добрый вечер чем лучше очистить кишки перед смотря что вы кушали смотря для чего вам чистить это результат напряжения да то что ты уходишь тебя до ниточка что ребятки буду заканчивать увидимся своим телеграм пишите вопросы чем больше вы будете вопросов писать тем больше мы с вами будем это все открывать и никогда не думайте что у вас какой-то ненужный вопрос или глупый вопрос или этот вопрос кто-то задавал возможно я на него отвечала но и я же наверное не помню что отвечала поэтому я на него раскроюсь с другой стороны перед голоданием смотря какой вас образ жизни смотря на сколько вы хотите зайти на голод на какой голод на сухой голод на водный голод это же все очень обширно в одном приложении не скажет а ваша жизнь и она очень ценная чтобы я так обесценить одним предложением благодарю светланочка за общение твой искренне спасибо большое всех обняла всем огромное спасибо что были со мной и Kristian и но Продолжение следует...